Добрый день! С вами канал VideoNews и мы продолжаем публикацию видео об интересном вокруг нас. Заканчивается очередной месяц август текущего 2017 года. И мы решили записать подборку самых интересных случаев в области уфологии, аномального и непознанного. Не будем тянуть время, поэтому начинаем. Открыли месяц несколько видео о загадочном пульсирующем облаке над мостом Джорджа Вашингтона в США. О фейке в данном случае говорить не приходится, так как аномалия снималась сразу несколькими людьми и с разных ракурсов. Что же это могло быть? По мнению уфологов, это не иначе, как происки инопланетян, которые попытались открыть на мосту портал в свой мир. Однако более правдоподобной является версия об интенсивном испарении на жаре, разлившегося на мосту топлива. Уфологи никогда, наверное, не устанут искать во всем следы пришельцев и теории заговора. Вот и на этот раз в поле их зрения попал портрет Джоконды кисти легендарного Леонардо. Исходя из результатов изысканий, если их так можно назвать, то разместив два портрета Джоконды рядом, а затем скорректировав результат в графическом редакторе, можно получить изображение, напоминающее инопланетного гуманоида. Стоит отметить, что это довольно интересный ход от охотников за НЛО, однако никаких фактов под собой он и не имеет. Что ж, как говорится, принимаем к сведению. Все те же неутомимые виртуальные уфологи, досмотревшись к снимкам поверхности карликовой планеты Церера в поезде астероидов, увидели на дне кратера Хулани обломки корабля инопланетян. Лично я никаких обломков на имеющихся снимках не увидел, однако вполне интересным и загадочным является тот факт, что кратер Хулани образовался сравнительно недавно, а поэтому непонятно, откуда на его дне взялись холмы и какова их природа. Видимо, исходя из этой загадки, уфологи смело приписали этим холмам инопланетное происхождение. Чего только не находили уфологи на Луне. И на этот раз известный американский уфолог Стрит Кар-1 смог разглядеть на снимках от НАСА с нашего естественного спутника не что иное, как три погребенных инопланетных корабля. Над утверждениями уфолога и его видео задорно посмеялись не только специалисты, но и все здравомыслящие люди. Да, я соглашусь, на снимках можно увидеть странные элементы природного ландшафта Луны, но при этом стоит подчеркнуть природного. На инопланетное происхождение все это не тянет и близко. На нескольких пляжах в Уругвайе и Бразилии в первой половине августа была отмечена странная аномалия, в результате которой океаническая вода значительно отступила от берега. Подобных отливов в этих местах никогда не видели ранее. Как правило, они происходят перед цунами, однако данный регион не сейсмичен. В чем причина этого явления? По мнению ученых, аномалии, отмеченные на пляжах в районе Пунта-дель-Эсте, Траманды и Порту-Алегри, это результат одновременного воздействия на водную поверхность морских штормов и ветров. Местную публику эта теория успокоила. Однако, если вдуматься, то это слабенькое объяснение причин данного феномена. Примерно в середине августа в сети появился интригующий видеоролик, отснятый во время прямой трансляции с МКС. При внимательном просмотре видео можно увидеть непонятную фигуру, облаченную, вероятно, в скафандр, которая движется в космосе и отражается в окне одного из оксеков МКС. Фигура напоминает тело гуманоида, который держит в руках неизвестный предмет красного цвета. Понятное дело, что уфологи подняли по этому поводу гул о старой доброй теории заговора и чуть ли не официально обитающих на МКС пришельцев. Все это хорошо, но убедительных объяснений, увиденному на видео, нет. Что это было? Космический мусор? Какие-либо элементы конструкции МКС? Или же это искаженное изображение астронавта в открытом космосе? Эту загадку мы оставляем на ваше рассмотрение и суждение. Похоже, уфологи никак не могут прожить без Марса и особенностей его ландшафта. Вот и на этот раз в районе кратера Шарп на снимках с марсохода Кьюрио Сити они разглядели очередной разбившийся корабль пришельцев. Понятное дело, что все эти утверждения виртуальных уфологов на этот счет более чем спорные. Однако их обсуждение в сети не дает простому обывателю расслабляться, а иногда и изрядно веселит. В период лунного затмения 8 августа уфологи смогли разглядеть и запечатлеть на видео эскадры НЛО, которые лихо порхали в ночном небе задорными огоньками. Опубликованный в сети видеоролик собрал порядка полумиллиона просмотров и вызвал оживленное обсуждение увиденного. Версии на этот счет были разные, от нашествия полчищ космитов на Землю до обычных китайских летающих огоньков. По нашему мнению, последнее это более адекватное объяснение увиденному. В конце августа жители на юге Бразилии были напуганы странным оранжевым облаком, которое образовалось в вечернем небе и развеялось только лишь к утру. Происки пришельцев, как версию, мы рассматривать не будем, хотя уфологи настаивали именно на этом. Что же это было? Многие пользователи высказывались о газопылевом хвосте падающего и сгорающего в атмосфере метеорита. Может быть это и так. Однако загадка в этом случае остается. Примерно в середине августа в сети было опубликовано видео загадочного объекта, который сопровождал самолет. Надо отметить, видео шикарнейшее, однако его фейковость может заметить даже ребенок. Поэтому отметим его лишь только за выдумку, артистизм и хорошие навыки работы авторов с видеоредактором. В США над зданием Капитолия пролетел довольно быстрый НЛО. Однако его полет успели заснять камеры телеканала Fox News, после чего отснятое видео попало в сеть. Обвинять уважаемый телеканал в фейках не поднимается рука. А раз это не фейк, тогда что запечатлено на видео? Пользователи сети предполагают, что это тарелка для фрисби или бумеранг. Гипотеза, откровенно говоря, слабая. Что ж, отнесем увиденное еще раз к необъяснимому и непознанному. В августе, как всегда, порадовал телеканал РЕН-ТВ своей очередной сенсацией. Специальный проект телеканала НЛО против военных рассказал, зачем на самом деле крупные корпорации инвестируют в киберспорт и проводят турниры. Оказалось, что игроков различные космические стрелялки готовят к ничему иному, как к отражению атак пришельцев и управлению орбитальными пушками для защиты Земли. Согласен с вами, довольно весело. Однако без этого тоже никуда. В подмосковном Королеве жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который появился над городом 24 августа. На отснятом видео четко видно, как в воздухе над жилыми домами зависли четыре белых сверкающих точки. Эти объекты двигались, формируя разные геометрические фигуры. Видео на фейк не похоже, хотя некоторые пользователи в сети писали именно об этом. Если же это не фейк, то на квадрокоптер или самолет это вовсе не тянет. Похоже, что без НЛО у Солнца не обходится ни один месяц. Вот и 29 августа на видео удалось заснять движение загадочных объектов вблизи нашего центрального светила. Опять же заснятое назвать фейком тяжело. В то же время и с точки зрения современной науки его тоже не объяснить. Оставим этот факт как пищу для обсуждений в сети. На Тайване засняли на видео странное насекомое. Да и насекомое ли это? Уфологи тут же присвоили ему статус инопланетного. Ну а мы рядом с знаком вопроса еще скажем и о том, что в данный момент на Земле обитает более 50% животных видов, которые неизвестны традиционной науке. Вот пожалуй и все в области аномального, непознанного и таинственного, что произошло в августе 2017 года и попало в поле нашего зрения. Если чего мы и не включили в обзор, то уж простите, всего охватить невозможно. Надеемся, что подготовленная нами информация была для вас полезной и интересной. Канал Видеон Ньюз благодарит за внимание. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал.